Музыка 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 Мы поставим кучу колосова А сейчас мы еще этот дом Вадрюха, что ты делаешь, расскажи-ка. Вот, пережалили мясо. То есть мясо уже пожарил, да? Мясо уже пожарил, сейчас запускаем морковочку. Мясо свининка у нас, да? Мясо свинину, да, у нас некоторые люди баранины не любят, поэтому маленькая стуки лет. Дай-ка я свою бровку. Я бросил свой секрет. Кусочек сахара? Да. Ну, хорошо. Сейчас тушится будет морковка вместе с мясом. А потом лук будешь закидывать? Ну, это мне тазик нужен. Сейчас запустит, всё. Наливаем воду и готовим зирвак. Что готовим? Зирвак. Это как бы бульончик такой ещё на этом валит. Потом туда уже рис закидываю. Рис не надо замочить? А ты сейчас соль не бросаешь? Замочили? А какой рис? Рис, ну. Для плова берём. Называется название «Рис для плова». Ну, в данный момент «Националь», по-моему, фирма. А так они разные есть. Ну, националь хороший. Ладно, покажем. Тушим. Сейчас пока перемешиваем туда. Ну, вот. Алиса, вот теперь можешь делать то, что хотела. А, выпрямлять спину и выставлять грудь. Вот так вот. Ты что готовишь? Я как-то не знаю. Ты что будешь готовить? Это к плову. Специальный салат, так сказать. Соус. Салат-соус, да. Это лук с помидорами. Это делается всё с уксусом. Ну, немножко с уксусом. А мы этот уксус с минералкой мешаем или с растительным маслом? Я вот не помню, Андрей. Вот. И как бы он такой получается вот это вот мокренький и кисленький. И вкусненький, и полезненький. И оттеняет вкус плова. И они дополняют друг друга. И получается прям песня. У меня уже слюни текуты. Ай-яй. Процесс у нас идёт. Тушится. Морковка с луком с мясом. Вообще красота. Красота. Красивая уже получается у нас. Алиса он стругает помидорки с луком. Между куревым и пивом. Пиво вот это мне не очень понравилось, кстати. Оно такое толуче. Это какое-то сладковатое. Что, Андрюх, всё обжарилось? Да, сейчас будем уже заливать воду. О, кстати, надо скипятить воды. Кипяченой воды, что ли, где бы? Да, скипяченой водой, да. Ну, чтобы не разогревать её здесь. А кто это такой любопытный здесь пришёл, а? Я. Ох, любопытная какая. Тут уже у нас всё красиво. Наташа, когда ты уже возьмёшь у Андрея шумки его, а ему свои? У тебя будет гарнитур. Либо отдавай свой бюстгальтер, Андрей. Я тебя снимаю вообще-то. Понял. Предупреждать надо. Так, что сейчас? Водой заливаем сюда, кипячёной водой. Да, заливаем. Не забывай, что ты зерва к соли. Зерва к соли. А приправа, я смотрю, у тебя какая-то специальная здесь ещё мешочек. Да, это специальная узбекская плова. Это понятно, это зира здесь для плова. А это вот на базаре набирали узбеки, которые сами возят приправы. На таком шикарном Байкале. Такой шикарный вид у нас, да? Вот этот воздушный змея у нас тоже. Короче, у нас получилось, что хозяева все свалили отсюда, и мы остались на этой территории совсем одни. Вот думаю, может дом сдать этот вообще кому-нибудь в аренду. Отбить отпуск полностью. Отбить бензин хотя бы. И проживание тоже. Объявление пока не давали. Много соли. Андрей всегда боится пересадить, потому что он сейчас не будет соль. Пробуй. Ты имею в виду, что на 2 килограмма риса, Андрей, ты соль. Рис ещё возьмёт, конечно. Не имею в виду, вода уйдёт. Вода уйдёт. Пока нормально. Больше не надо. Я приправу ещё засыплю, а потом после приправы всё. А, ну да, приправу. Вот ты всё хочешь в приправу, что ли? Мне кажется, она такой, этот... Нормально. Что у нас, в принципе, все... На 2 кг риса нормально. Никто сильно нет. Давай нормально. А вообще даже добавляют и изюм даже добавляют, и горох, вот этот нут. Я вот один раз таджики готовил. А лычу добавляют. Даже сливы добавляют. С горохом, вот этим с нутом. Мне сильно понравилось. Вообще шикарно. В натуре тараканы, смотри, что они не делали. Ну, они как-то тараканы выглядят. Ну, это барбарис. Ну, вообще он богат витамином С. Всё, закрываем. Сколько сейчас он будет томиться? Ну, минут 15-20. Вот такая у нас получилась жижа. Точно суп, Андрюха, ты говоришь, можно шурпу делать. Я крышку нашла. Молодец. Ты видишь, у меня немецкая куртка. Ух ты. Так, как я немцем, а листик. Где у меня флаг? А, я вижу, да. Специальная немецкая куртка. В принципе, даже зирвак должен быть вкусный. Попробуем, как бы, вот такой. Два килограмма? Или сколько сейчас, лист? Да, две пачки риса. Мы решили побольше сделать. Да, конечно, народу-то может. Для семьи мы просто килограмм. На семью мы делаем одну пачку. Сейчас две семьи, две пачки. Всё логично. Примерно рис. Быстро сварить пушок. Мы одну из поделяем. Вода должна покрывать лист примерно на сантиметр, ну, на палец. У нас такие получаются. Да, ну, даже, ну, может быть, даже воды немножечко можно поднимать. Можно? Можно так оставить. Так, да, мы его просто... Кладём. Сейчас кладём. Ну, прям по серединке, либо разделить. Вот, прям вот так. Всё, сколько минут у нас? Ну, тоже минут 20, я думаю. Думаю, уже будет здесь смотреть по воде. Тут жара зависит. Как вода выпалит, туда не придёт. Ждём, там есть жар-то хоть у нас? Жар-то есть. Сейчас нам уже большой жар не нужен. Русская печь у нас вот такая. Сейчас уже большой жар не нужен, но потихоньку будем поддерживать. Ещё одну подкинешь? Давай ещё. Подкину, пока она разгорится. Ага, всё. Всё, ждём. Это кажется, что... Так, что Андрюх, у нас? Она на самом деле есть, вон она. Водичка есть? Водичка есть. Водичка есть, всё нормально. Ну, теперь у нас сейчас ещё немножечко, и мы её... Вообще её, вот это место, тарелкой по размеру накрывают, керамической, чтобы верхний слой он тоже, как бы, доходил. Но у нас тарелки с собой нет. Крышку закрываем? Мы, наверное, крышку вот поменьше размера возьмём. Давай, закрываем. Накроем крышечкой. Сейчас уже надо или попозже? Ну, вот уже доходит, да. Воды ещё немножко останется, и уже на малом огне будем. Ну, как раз там трава уже у нас перегорелись. Так, снимаем пробу. Давай. Сыроватый ещё? Ещё надо ходить, да? Как планировали. Всё отлично. Ждём ещё. Мы сидим как коты и ждём. Да. И пьём пиво с рыбой. И ждём плов. С омулем. Рыба – это омуль наша. Ну, как будет-то омуль. Омуля нет. Омуля нет, да. Сезон, не сезон. Мало того, что на три дня приехали, ещё омуля нет. Видишь, по идее, здесь вообще сейчас запрещают ловить. Да? Это как бы нелегальная торговля. Ну, как у нас в этом. Масляки торгуют. Снимаем, пробуем. Это редкий диагноз, да. Ну, вот у меня буквально... У меня сколько я проработал? Считай, больше 12 лет. Один. Я проработал. Ну и как? Готово? Снимаем. Просто он достается. Отлично. С огня убираем. Ещё альдентек, так сказать. Но уже можно с огня снимать. Два, три, четыре, пять. Ещё одну, да? Да, вон она как раз. Тебе, тебе железная тарелка. Всё, соус вот этот сверху вводите, и потом вот так вот перемешайте. Нет, не делайте, как Макс сделал. Почему? Надо перемешать всё. Не надо. У тебя в животе всё равно всё перемешается. В животе это одно, а во рту надо по-другому, чтобы было. Короче, надо вот этот вот, типа кетчуп накладывать в бок. Да, вот так. Нет, надо вот так вот сделать. Всё перемешать. Короче, как хотите, так и делать. Андрюха, давай себе. Я по стопочке налил. Вообще не досолили мы, блин. Не, нормально. Вообще. Нормально. Мне понравилось, вкусно. Я ненавижу, когда... Ребята, предлагаю выпить за нашего повара сегодня. Который... И её помощник. Его помощник. Кстати, да. Поварёнков. Это Алиса, не я, я спала. Я помощник вообще-то был. Да, тут все помогали. Я тоже сидела. Не, ну я морально... Я всё документировал. Ну ты с шакан-то себе налил. Вон стакан, дай ему стаканчик. Кружечка моя, где сынок? Вон дал я стакан. Мне дали стакан. Точно? Всё, сеть уже. Всё, пробуем плов. У нас сегодня отличный вечер. Надо подсолить, блин. Сегодня хороший денёчек был вообще. Да. Съездили на морскую экскурсию. Вообще классно. Впечатление сегодня. Лерка на машине прокатилась сегодня. Меня пивной магазин свозила. Не прокатилась, а водила. 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 Всё, Андрюха, за тебя. Живём здесь на свежем воздухе. Хозяева съехали. Вообще. Сури хозяева мы. Мы же в пляс. Всё, давайте. Живём на берегу прямо. И пьём коньяк двухлетней выдержки. Хендмейт. Это ещё мы самогонные. Не, ну вообще. А третий тост у нас за Алису, да? Нет, третий будет за нас, за все. А второй? За меня. Сейчас заменю. Вода для тебя. Наша компания. Третий тост за нас. Да. Он, во-первых, потому что за любовь. То есть левой рукой пьём левой рукой, радар перед передовой в левую руку, правую руку. Хочу встать. Давайте. Они уже даже подпишутся. Друзья мои. Андрюха. Пьём за нашу друной вальс. Алиша сказала, пьём левой рукой. Левой рукой. Что действительно, что действительно, компания наша сложилась, мы все никого, друг друга не раздражаем. Дружба наша крепнет. У нас всё как-то дружно. А вы знаете анекдот про дружбу наша крепнет? Я потом расскажу. Это тот, не на камеру. Это не анекдот даже. Это правда жизнь. Это наш клановский тост. Это правда жизнь. Давайте выпьем, мужик, пить. Никто не может. Главное. Все такие ждём, что у нас когда. Чтоб наша дружба крепла. А это помнит, вы у нас были. Я не помню, кстати, даже где на камеру. Все, давайте за нашу дружную компанию. Это сложно вспомнить вообще. И чтобы мы ещё в Крым съездили такой компанией. Да, но я предлагаю в Крым всё-таки на самолёте. На каком самолёте? На личном желательном. Андрюха, ты молодец, это тема. Для водителя особенно эта тема. Это самая тема. А который час? Восемь. Восемь часов, мы сейчас пойдём плавать в Байкале. Вера, мы идём купаться. Ты нас просимай. Угу. Вода-то тёплая. А вот она под тёплой. Она теплее стала. Чем холоднее на улице, чем вода теплее. Да, да, да. Да, да, да. Мне вообще холодно. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как они пошли купаться. Мне очень холодно. Адрюха, купаются в Байкале? Ещё как купаются. Да, ещё и наслаждение получается. Водичка вообще прелесть, если честно. Особенно сейчас вечерком, когда температура практически сравнялась. Воздуха и воды вообще кайфенно получается. Купание. Мне не холодно. А ты чё дрожишь? Замёрз? Не, кайфенно вообще. Ты дрожуешь? Нет.